Ветеринарная улица, ныне улица Свободы, протянулась с запада на восток от улицы Сумской до улицы Пушкинской. Дата ее рождения – начало 1870-х годов. Первоначально ее застроили от Сумской до Новомало-Сумской, нынешней Мироносецкой. Своё название она получила благодаря рядом расположенному ветеринарному училищу, позже переименованному в институт, здание которого было построено в 1853 году по проекту архитектора Львова. Более ста лет домом номер один на этой улице является административное здание. Сначала губернтского земства архитектора Минкуса, затем ЦК КПБУ и Абкома архитектора Штейнберга, а после войны здание Абкома, построенное по проекту архитекторов Орехова и Костенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед революцией в несохранившемся трёхэтажном доме по ветеринарной улице находился частный санаторий. Дом номер три и водолечебница Гольдштейна и Хохловника. Вот этот дом номер три, соседний со зданием Абкома на снимках 43-го года. Дом номер пять, дом Рейнгарда, по списку домовладельцев 1913-го года. На этом снимке слева дом Рейнгарда, а справа, по другую сторону Мирносицкой, дом номер семь. В 1914 году в этом доме, принадлежавшем действительному статскому советнику Карякину, находился подвижной музей наглядных учебных пособий имени Степанова, инициатором создания которого выступил Толкачу. В музее числилось 5620 экспонатов. В 1930-32 годах на месте небольших домов около Мирносицкой 30 и ветеринарной 7-9-11 развели здание АТС в стиле конструктивизма, перекликающиеся по своим контурам с ансамблем застройки площади Дзержинского. Автор проекта – архитектор Фролов. Это здание, а сейчас оно выглядит несколько иначе, отнесено к памятникам архитектуры. Здание станции построили, но для монтажа автоматического оборудования необходимо было разработать специальный проект. Стройку объявили ударной, и первая в Украине АТС была готова к сдаче уже в июле 1931 года. К этому времени более 250 связистов прошли специальную подготовку. Пользоваться автоматической связью учились и хрековчане. Для этого в кинотеатрах первой столицы более 400 раз показали специально созданный фильм «Учись пользоваться автоматическим телефоном». Кроме того, по городу развесили множество плакатов с правилами пользования телефонами. 5 июля 1933 года состоялась уникальная техническая операция перевода на автоматическую связь уже работающих телефонов. Как написала об этом событие газета «Коммунист», полное переключение на автоматический телефон сразу всех абонентов города произведено впервые в Европе. Только столица Австрии – Вена имела к этому времени автоматическую связь. К началу Великой Отечественной войны телефонную связь между 22 тысячами харьковских абонентов обеспечивали уже 5 АТС. С началом войны АТС, которая находилась на улице Иванова, была эвакуирована полностью, а вот другие – лишь частично. Оборудование и кабельные сооружения, которые остались невывезенными, пришлось разрушить. На углу ветеринарной 13 и Черношевского 45 находился двухэтажный особняк, принадлежавший действительному статскому советнику, профессору, врачу-гинекологу, имевшему свою больницу на улице бассейна 23, Александру Федоровичу Бранту. Теперь на этом месте находится ничем не примечательный многоквартирный дом, построенный в 60-х годах по проекту архитектор Носовицкой. А со стороны улицы Черношевского на месте владения Бранта возвели еще в 30-е годы интересное здание по проекту архитектора Истровича, жилой дом ЖСК «Медик». Проект был выполнен на участок угла улицы Иванова, но построена была только одна секция. Двухэтажный дом на углу ветеринарной 15 и Черношевского 38 до революции принадлежал протоверею Румянцеву. Позже дом надстроили на один этаж. Сейчас в нем находятся жилые помещения и хлебный магазин. Так написала в своей статье на этой улице под Роском об улице Иванова в газете «Слобода» без малого 30 лет назад известный краевед Татьяна Викторовна Тихомирова. С тех пор дом еще подрос, может быть, похорошел, во всяком случае, стал ярче и заменил хлебный магазин на ферменную кондитерскую «Бисквит-4» Корпорации «Бисквит-шоколад». На месте старых домиков по ветеринарной 19 и 21 в 1936 году по проекту «Карпенко-Никаро» построили одно из лучших в городе школьных зданий среднюю школу номер 36. К сожалению, ее довоенного снимка нет, но есть фотография того, что оставила от здания школы «Война». Школа была сожжена оккупантами при их уходе из Харькова в феврале 43-го года. После войны здание восстановили по проекту архитектора Нечесенко и дали школе другой номер, номер 5. Она была открыта в 1950 году. Это было первое в городе смешанное учебное заведение, которое приняло детей из мужских и женских школ номер 17, 29, 36, 62, расположенных в центре города. Открылись классы с первого по восьмой. Праздничные колонны завода «Электропривод», направляющиеся на демонстрацию на площадь, у ограды пятой школы. Дом номер 21 был построен в 1886 году и принадлежал семье художника Евдокима Игнатьевича Волошинова. Дом был одноэтажный, деревянный, на каменном фундаменте, обложен кирпичом, под железной крышей и с мезонином, где художник устроил свою мастерскую и кабинет. Семья проживала в шести просторных комнатах с большой кухней. В доме был водопровод и печное отопление. Евдоким Игнатьевич почти ежегодно участвовал в выставках художников, где его картины с цветами, луком, яблоками, арбузами, огурцами и тыквами пользовались необычайным спросом. Двухэтажный дом, построенный в 1893 году на углу ветеринарной 25 и епархиальной 13, принадлежал до революции шведскому подданному инженеру Густаву Андреевичу Пильстрому. В этом доме находилась частная аптека, именовавшаяся епархиальной, и принадлежавшая в 1912 году Ракову. В 1920 году аптеку национализировали, присвоив ей номер 12. После войны она получила номер 48, который носит и сегодня. дом номер 27 в стиле конструктивизма был построен в конце 20-х годов по проекту архитектора Гембаржевского. В послевоенные годы дом надстроили. Сейчас в этом жилом доме находится также НИИ, геодезия и картография. И еще квартиру номер 4 в этом доме занимает Харьковская правозащитная группа. Одна из первых и одна из наиболее активных на Украине. Дом номер 29 построен до военные годы. Свидений об авторе проекта дома к сожалению, нет. Дом 2,5 этажа номер 33 был построен в начале 20-го века. Автор проекта неизвестен. В 30-е годы дом был надстроен на два этажа. Историю двух соседних домов 35-го и 37-го поведал в своей недавней публикации наш ведущий краевед Андрей Федорович Парамонов. В 1897 году жена врача София Генриховна Мигрина приобрела дворовые места по улице ветеринарной у государственных крестьян Афанасьевых и Несветаева. Под номером 37 она построила каменный двухэтажный дом. Позднее он был надстроен на три этажа, в котором после смерти супруга и проживала с детьми. В 1902 году Мигрина построила одноэтажный особняк номер 35, который сдала в аренду семье Перлик. После революции в 1920 году дом номер 35 был отобран для семьи Акира, а номер 37 национализирован. Семьи Мигриных и Перлик проживали во Флигеле дома. Как замечает Андрей Федорович, единственное, что их радовало в эти годы, приличных размеров плодовый сад, оставшийся еще со времен, когда здесь владельцами были крестьяне Афанасьевы. Дом номер 35 на протяжении многих лет числился в списке памятников архитектуры, но постепенно пришел в аварийное состояние и был из этого списка исключен. Двухэтажный особняк номер 39 дореволюционной постройки с неизвестной историей был разобран несколько лет назад. В интернете промеркнул проект пивного ресторана, который должен был появиться на его месте. Другой информации по дому пока нет. Дома номер 41 и 43 имеют сходную историю, построенные в начале века, надстроенные в довоенные годы. Авторы проектов неизвестны. О доме номер 43 в статье Тихомировой сказано, что дом в два с половиной этажа был построен в начале 1910-х годов женой коллежского асессора Коронадской. В 1930-х годах по проекту архитектора Любарского была построена первая очередь намечавшегося большого дома в традициях неоклассицизма. Его застройка предполагалась до конца квартала, но осуществлена не была. Угол ветеринарной 45 и пушкинской 59 до революции занимали два двухэтажных и два одноэтажных домика, владельцами которых были сначала вмещание Дубровины, а уже с 13-го года Хадыкин. Теперь в угловом доме располагается аптека номер 14. Перейдем на четную сторону. В 1875 году коллежский секретарь Семигановский на углу ветеринарной 2 и Сумской 62 построил оригинальный двухэтажный дом по проекту архитектора Стрижевского. В последующие годы собственники дома менялись. Дом надстраивался и перестраивался по проектам архитекторов Дашкевича и Компанийца. Последним владельцем дома с 1909 по 1916 годы был дворянин Будянский. В этой картинке чертеж фасада дома пол ветеринарной улицы. А так выглядел фасад дома в предвоенные годы Сумской. Годы оккупации как мы теперь видим оставили нам такое множество фотографий нашего города какого не было ни в довоенные ни в послевоенные годы. На многих из них присутствует и бывший дом Семегановского. Семегановского. А это фотография первой после освобождения города велогонки на площади Дзержинского. Фото 1944 года. Как видим дом номер 2 если и пострадал то существенно меньше чем соседние дома. Тем не менее в первые же послевоенные годы он был разобран и на его месте в 1954 году было построено здание Гипрококса по проекту архитектора Любомиловой которая как говорят органично вписалась в застройку площади. На этом аэрофотоснимке 1941 года еще не разрушенные соседние здания пятиэтажный жилой дом номер 4 и трехэтажный номер 6 Оба этих здания номер 4 и номер 6 в 1943 году были разрушены. При восстановлении они были объединены в здание института основной химии НИОХИМ. НИОХИМ. В 1910 году лейтенант Флота Масловский построил пятиэтажный дом с подвалом по проекту инженера-технолога Мелитинского по ветеринарной 8. Правда, в списке домовладельцев 1913 года Мелитинский указан собственником дома. Сейчас это жилой дом с магазинами на первом этаже, один из четырех существующих на улице памятников архитектуры. Древолюционный в два с половиной этажа дом по ветеринарной 10, настроенный на два этажа, изменил в последние годы свой облик. В нижних его этажах обосновался Ухр-Симбанк. Небольшие дома следующего квартала частично были снесены в 30-х годах, частично разрушены в период войны. После войны на их месте были построены новые жилые дома. Из ряда домов этого квартала специалисты выделяют дом на углу улицы Артема, построенный в 30-х годах, предположительно по проекту архитектора Яновицкого. Иваново-22. Двухэтажный доходный дом постройки начала века, в котором, как пишут, предпочитали снимать жилье немецкие инженеры. В довоенные годы находился в распоряжении администрации Коммунистического университета. После войны – жилой дом с коммунальными квартирами. На четной стороне последнего квартала улицы, ранее называвшегося самостоятельным Сомовским переулком, интерес представляет дом номер 24, построенный в 1900 году над дворным советником Васьковым по проекту архитектора Маркова. Этот большой с лепными украшениями жилой дом отнесен к памятникам архитектуры. Соседнее здание. Соседнее здание. Здание по ветеринарной 26 построено в 1898 году для Харьковского общества грамотности по проекту архитектора Илеодора Загозкина и перестроено в 1902 году архитектором Бекетовым. До революции в нем располагались 2-е начальное училище грамотности и художественные учебные мастерские декоративной живописи имени Бордаевского. Позже здание достроили вглубь двора. Некоторое время в нем была клиническая детская больница станции Харьков. Дом отнесен к памятникам истории и архитектуры. Дом номер 28 с 1883 до 1917 года принадлежал священнику Университетской Антониевской церкви Крушедольскому, затем его наследнику. Владелицей дома номер 30 с 1895 года до начала 20 века выступала вдова надворного советника Логинова. Имение по ветеринарной 32 в 1882 году было куплено надворным советником Унковским у губернского секретаря Шатилова. Оно принадлежало ему до октября 1906 года, пока не пошло в продажу с публичных торгов. Дом номер 34 с 16 июля 1895 по 15 августа 1917 года владела Анна Ильинична Слатина, дочь известного харьковского деятеля музыкальной культуры Ильи Ильича Слатина. На углу ветеринарной 38 и Пушкинска 57 помощником присяжного поверенного Николаем Андреевичем Жмутским в 1911 году было построено красивое в стиле модерн с элементами средневековых архитектурных мотивов двухэтажное здание по проекту архитектора Пескунова. Сейчас в этом здании находится 23 городская детская клиническая больница. Дом является памятником архитектуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова